Шалом! Как относимся к празднику Шивот мы, мессианские евреи? Очень просто. Как евреи мы стараемся делать то, что заповедует нам Тара. Но сегодня буквально исполнение заповеди Тары о Шивот невозможно, поскольку храма уже нет. Храм, в который Тара заповедует приносить первые плоды и приводить животных для жертвоприношений. Поэтому мы выражаем нашу благодарность Господу Богу нашему за его обеспечение нас другими адекватными способами. Это первое. Второе. Подобно тому, как праздник Песох или Пасха содержит в себе мессианский элемент, пророчески указывая на окончательное искупление, которое совершил Ешуа, Шивот в нашем понимании тоже является праздником мессианским. Исполнение его пророческого значения настало в тот день, когда Святой Дух излился на мессианский Израиль, то есть на еврейских учеников Ешуа, собравшихся на этот праздник, праздник Шивот, в Иерусалиме, как собственно Тара и заповедует. После того, как это произошло, один из ближайших учеников Ешуа по имени Шимон, у него было также прозвище Кефа, и еще одно имя, русское или греческое, Петр, более известный апостол Петр. После того, как это произошло, Петр обратился к толпе народа, собравшейся возле того дома, где свершилось это событие, и он обратился к ним с речью о Ешуа, и результатом этой речи был взрывной рост ранней мессианской общины. То есть к тем небольшой группе, примерно из 120 человек, которые пережили крещение Святым Духом, так называемое, или омовение в Духе Святом, или сошествие Святого Духа, присоединилось примерно еще 3000 человек, 3000 израильтян, слушавших Петра и уверовавших в Ешуа, они также приняли твилу в воде, то есть крещение водное. Число 3000, кстати, не случайное, мы находим его также в таре в гораздо менее радостной истории о золотом тельце. История эта описана в книге Шмот, Исход, в 32 главе. Там мы читаем о том, как Моше или Моисей спускается с горы Синай, держа... Вот, кстати, интересно, мы говорим о том, что еврейская традиция увязывает шивот с дарованием тары. Так вот, что происходило непосредственно после дарования тары? Моисей спускается с горы Синай, держа в руках вот эти каменные скрижали, на которых не чем-нибудь, а перстом Божьим, то есть пальцем самого Бога, были написаны 10 заповедей. Он приходит в лагерь, в стан израильский, и видит там кого или что? Он видит там золотого тельца, которого его народ во время его пребывания с Богом на Синае стал почитать, собственно, за Бога, вместо истинного Бога. Моисей бросает клич, увидев такое безобразие, он говорит, «Кто Господень? Все идите ко мне». Ему подходит мужчина из колена Леви, он приказывает им пройти по израильскому стану, по лагерю и убивать мечом идолопоклонников, евреев идолопоклонников. 28 стих говорит так, «И сделали сыны Левины послову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек». Сравните это с тем, что написано во второй главе Деяний о реакции народа, израильтян же, на слова ученика Ешуа по имени Кефа или Петр. Тогда люди, признавшие то, о чем он, то есть Петр говорил, приняли погружение, и в тот день к группе верующих присоединилось около трех тысяч человек. В точности те же самые слова. Какой вывод из этого? Тора плохая? Ни в коем случае. Нет. Золотой Терец появился не потому, что Тора хорошая или плохая, а из-за того, что человек по самой своей натуре идолопоклонник. Тора же, соприкасаясь с грехом, производит лишь одно – суд Божий. Как об этом сказал Рав Шауль, закон производит гнев. В то же время свидетельство Петра о Ешуа дало трем тысячам израильтян покаяние, веру и жизнь вечную. Контраст налицо. Итак, свидетельство о Ешуа – это та задача, которую он поставил перед своими учениками. Но что такое свидетельство? Кому кто должен свидетельствовать и о чем? И когда? Свидетельствовать – это вообще что? Это может быть христианское изобретение или же это что-то изначально еврейское? Почему для свидетельства о Ешуа нужен Святой Дух? Разве недостаточно просто верить в Него? Зачем еще свидетельствовать? Еще в Духе Святом как-то это делать? И что может быть признаком того, что человек имеет Святого Духа? Может быть это иные языки? Вот, в общем, есть о чем поговорить. Давайте начнем разговор с Тары. Самое лучшее и самое правильное место для этой темы, для начала разговора на эту тему – книга Дворим второзаконник. Там мы находим следующие слова. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Что это значит? Это значит, что народ Израиля живет не в вакууме. Он живет посреди других народов. И если народ Израиля будет соблюдать заповеди Торы, то соседний народ увидит, что Израиль необычный народ. «Тора дана Израилю в том числе и с той целью, чтобы другие народы узнали о Боге и о его характере или сущности его, которую заповеди Торы отображают». А это, по сути, и есть свидетельство о Боге. О том, что Бог есть, и Он именно такой, каким мы вам Его представляем. Еще один текст Торы, говорящий о призвании Израиля быть свидетелем о своем Боге, это всем известная еврейская молитва «Шма». Точнее, на самом деле, это не молитва, это провозглашение веры, если строго говорить. «Шма Исраиль, Адонай, Луэйну, Адонай, Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Вы спросите, а при чем тут свидетельство? Хороший вопрос. Ответ заключается в написании этих слов на иврите. Если вы возьмете любое издание Торы на иврите и посмотрите, как эта фраза написана, то вы обратите внимание на две буквы в этой фразе, которые крупнее всех остальных. Буква «Айн» — последняя буква первого слова «Шма», и буква «Далет» — последняя буква последнего слова «Эхад». Так вот, если взять большой «Айн» и «Далет» — тоже большой, и соединить их вместе, то они образуют слово «Эд», которое на иврите означает «свидетель». Интересно. Наконец, о том же мы читаем в пророческих книгах Танаха. «О Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Говорит Господь Бог Израилю через пророка Ишаяху, то есть Исайю. Израиль — это народ, знающий, что Господь есть единственный Бог, то, о чем провозглашает, собственно, Ишма, и Израиль должен свидетельствовать об этом другим народам. Другое выражение того же самого призвания, опять-таки, у пророка Ишаяху, это выражение «свет для народов», которое мы находим в 51-й главе его книги. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо, ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Итак, быть свидетелем о Боге — это не христианское новшество, появившееся неизвестно откуда в книге «Деяний апостолов». Это изначальное призвание народа Израиля. Но что это значит, в принципе, быть свидетелем? Как все мы знаем из житейского опыта, свидетель — это просто очевидец каких-то событий. Вот если бы, например, у меня тут стояла кружка на столе, и я вот тут, когда я машу руками, мы евреям не умеем говорить без рук, если я вот, махнув рукой, сбросил ее на пол, и здесь кто-то находился бы при этом в студии и увидел это, то этот человек был бы свидетелем того, что я натворил. И дальше, если при случае он мог бы кому надо и рассказать о том, что тут происходит, и если тот, кому об этом расскажут, решит, что с этим надо что-то делать, то для меня могли бы быть определенные последствия. То есть свидетельские показания, показания очевидца, их обычно воспринимают очень серьезно. Им придается большое значение. Почему все-таки? Еще раз, вот я копнул снова в, казалось бы, совершенно очевидный вопрос. Дело в том, что некоторые вещи происходят в нашем мире регулярно, и мы это прекрасно знаем. Утром солнце встает, вечером оно заходит, птицы прилетели из Африки, сели на деревья, на электрические столбы, свели там свои гнезда, потом улетели. Если кто-то вдруг увидел своими собственными глазами, как из яйца, вылупился птенец, и вам об этом рассказал, я видел, ты знаешь, такое дело было, я видел, вы его послушаетесь, порадуетесь за него, но для вас это, в принципе, не ахти что, потому что всем давно известно, что птенцы вылупляются из яиц. Прекрасно. Но есть другие события. Есть события необычные. Они не происходят регулярно, они подчиняются законам природы. Эти события сверхъестественные, и их объяснить можно только одним, сверхъестественным вмешательством Бога в человеческую историю, то есть в нашу с вами жизнь. К числу таких событий, например, относятся события, которые называются в Священном Писании исход. Исход евреев из Египта. Совершенно неординарные события, сопроводавшиеся сверхъестественными проявлениями, то есть чудесами. И когда происходит что-то такое неординарное, всегда возникает обязательно, возникает и не может не возникнуть. Хорошо, что возникает. Вопрос. А откуда мы знаем, что это действительно произошло? А вдруг это просто выдумали, чтобы нас водить за нос? Кто это видел? Кто может подтвердить, что он там был и все это видел своими собственными глазами? Чтобы мы поверили, что так оно и было на самом деле. Вопрос этот встает по той причине, вопрос о свидетелях, об очевидцах, потому что если это действительно произошло, то это в корне меняет такие события неординарные, они в корне меняют вообще наше все представление о реальности. Если исход евреев из Египта это реальное историческое событие, происходившее так, как его описывает Тара, то чем объяснить его, кроме как вмешательством Бога? Если Ишуа действительно воскрес из мертвых, то это означает, что смерть и вправду не страшна, потому что последнее слово не за ней, как мы привыкли думать, а за Богом воскрешающим, мертвых. А уж если и смерть не страшна, то бояться вообще просто нечего. И тогда жизнь штука гораздо более веселая, чем то, как представляют ее себе люди, боящиеся болезней, стихийных бедствий и смерти. Понятно, что когда речь идет о каких-то таких событиях, не вписывающихся в привычную нам схему, очень важно установить, что именно произошло и чего на самом деле не было. И тогда роль очевидцев, то есть свидетелей, исключительно важна. Этих свидетелей нужно разыскать, нужно достать их хоть из-под земли, нужно убедиться, что они не сумасшедшие, и что они говорят правду, они фантазируют. И если у них все в порядке с головой, и они не напридумывали свои истории, а реально пережили что-то неординарное, у нас есть два варианта. Первый — принять их свидетельство, то есть тем самым заявить, что события, о которых говорят эти свидетели, это факт, а не байка, не миф. Второй вариант — если мы по каким-то причинам не хотим принимать его как факт, это событие, тогда мы должны просто заткнуть свои уши или заткнуть рты этих людей и притворяться, что они ничего не видели, ничего не говорили, и что мы вообще ничего не знаем. Факты — вещь упрямая. Их нужно либо признавать и дальше действовать, исходя из них, как из реальности, или их нужно отвергать, сознательно уходя от них в иллюзию, то есть обманывать самих себя и тех, кто дальше нас будет слушать. И поэтому свидетельство, то есть показания очевидцев — это вещь исключительно важная. Свидетельство Петра о воскресшем Ешуа убедило примерно 3000 человек в том, что этот самый Ешуа жив, и именно благодаря его свидетельству Петра эти 3000 человек раскалились в своих грехах и обрели жизнь вечную. Итак, свидетельствовать о Боге и его делах — это не христианское нововведение, а исключительно важное призвание, данное Богом изначально еврейскому народу и никогда не отнятое у него. Но есть ли в этом призвании какой-то новый элемент? И что насчет сошествия Святого Духа, силы и языков? Обо всем об этом мы поговорим через неделю. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве и Ешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv